В идеале после рейса в душном транспорте принять бы душ, но и с этим в городе проблема. Муниципальная баня номер 10 в Кировском округе до сих пор закрыта. Чиновники не могут найти средства на ремонт котлов. В июне этого года из строя вышел последний. Баню пришлось закрыть. Сотням жителей теперь негде мыться. Дома частные, своих бань на участке нет. О сложной ситуации чиновники сегодня доложили депутатам горсовета. В бане и на заседании побывала Ксения Тойчкина. Вот у нас мой же парной у нас. Посмотрите, какой. Удивительная наша парная. Золотая баня. Так с любовью Габиден Елеусизов называет местную парную. Мыться сюда он ходит уже более 20 лет. Ремонт в учреждении, по словам мужчины, никогда не делали. Мраморные полки советских времен, ржавые краны, прохудившийся пол. Такое состояние бани жителей не смущает. Чтобы помыться здесь, люди даже очередь занимают. Вот эта баня, самая золотая баня. Сюда ездить со всех. С деревен даже приезжает сюда. И приезжает это сам Скоржаса. С города приезжает, с Порт-Артуры приезжает. Где там необходимы, где-то горящие фары. Они сюда, люди, сутки, самый хороший фар. 2 июня мужчина, как обычно, пришел сюда помыться. Но баня уже была закрыта. Причин в объявлении на окне администрация не сообщила. Временно предложили воспользоваться услугами бани на 6-й станционной. По расположению она ближе остальных в округе. Но такой вариант не подходит людям пожилого возраста, считает Габиден. А таких среди посетителей 10-й бани – большинство. Нам ехать туда очень тяжело. Сейчас остановку надо ехать. И при том, баня там старикам не соответствует. Там вот этот горящий пар. И техника безопасности даже не соответствует. Шуть, я не упал, когда спустился. Неудобства приходится терпеть уже почти месяц. Своих бань в частных домах у местных жителей нет. Площадь не позволяет. Причина, по которой десятки жителей Кировского округа остались без бани, кроется в котельной. Сейчас здесь нет света, потому что учреждение не работает. И все из-за вот этих вот двух котлов. Первый перестал работать несколько лет назад. Второй – в начале июня. Из труб, которые неоднократно латали, начала строиться вода. О плачевном положении муниципальной бани в администрации знали. Но время ремонта оттягивали. С 2013 года учреждение работало на одном котле. С двойной нагрузкой он справлялся с трудом. Слесарям приходилось постоянно ставить заплатки на трубы. Но поток посетителей при этом не стихал. Только в прошлом году услугами бани воспользовались 24 тысячи амичей. Спустя четыре года дырок стало так много, что сварка уже не помогла. Мы понимаем, что из 100% посещавших эти бани пришли люди по льготным помывкам в 57%. Ну то есть это люди небогатые, как бы раз идут по льготным помывкам. То есть социальная значимость бани очень серьезна. Спасением бани чиновники занялись только после того, как она вышла из строя. Специалисты провели обследование котельной и выдали заключение. Ремонт даже капитальный здесь не поможет. Необходимо устанавливать новое оборудование. Цена вопроса – 2 миллиона рублей. Финансовых средств нет ни копейки лишних. Где-то перераспределить, потому что я бы сегодня на мировые бы перераспределил бы и еще. Сейчас совместно с Павлигином и Настаном. Смотрим бюджет. Ну 2 миллиона – это и большая сумма, и небольшая. Да, смотря в каких критериях смотреть. Я считаю, что мы эту сумму найдем. Постараемся на два заключительных совета, которые будут в июле, я так понимаю, в этом составе депутатском вынести поправку. Значимость вы, все опытные депутаты, знаете. Я думаю, что эта поправка пройдет. Как только я получу финансирование, у меня будет возможность получить ассигнование и выйти на торги. Если депутаты примут поправку в бюджет и деньги поступят в департамент городского хозяйства в срок, то, по словам Сергея Фролова, к новому 2018 году баня возобновит свою работу. Ксения Тоечкина, Сергей Гаврилов, Антенна-7.